Существует несколько видов автомобильного бизнеса. Автомобильный бизнес на кривых понтах, это с евроремонтом, кафелем, меляфелем, всякими там примочками. Существует бизнес такой, знаете, гаражно-строительный, да, ну, бывают там тоже специалисты, а существует бизнес опытный. Так вот, опытного бизнеса в городе Магнитогорске не так уж и много, потому что, ну, каждый пытается заменить масло, и даже после того, как он этим делом не занимался. Фирма «Два колеса», которая располагается на московской пятеродочной чистке, уже 16 лет занимается автомобильной резиной. Как вам 16-летний опыт работы? При этом используя только последние передовые технологии, потому что, знаете ли, мылом колесо мазать перед шиноманом, это дурной пример, есть специальная химия, как-то и дешевой резиной сырой варить, нет, только тип-топовской. Так вот, посмотрим, чему «Два колеса» научилась, и что сегодня они нам предлагают. Если честно, то каждое посещение сервиса «Два колеса» для меня открывает не просто новое, а совершенно новое, и в шиномонтаже, и в шинах, и в автосервисе. Потому что люди здесь работают не по принципу «купи-продай и наверни», нет, здесь все честно. Честные цены, честная продажа и сервис. Кстати, что было лично и недократно мною проверено, 90% клиентов и даже упертых, обегов в конце концов многих, сюда возвращаются. Мы сегодня не будем останавливаться на конкретных моделях, но факт. С рекламациями, да и вообще, недовольных людей здесь не бывает, а это о многом говорит. Кстати, из моего личного опыта общения с фирмой «Два колеса», если честно, то ни одно купленное здесь колесо мне лично искатать «Долоса» не довелось. Ну, конечно, можно было нацепить какой-то бренд, ну, за бренд вы денег платите. А «Два колеса» пошло по пути другого немножко. Ну, доступность. Хотите дорого и сердито, ZTR, к примеру. Хотите подешевле, есть такое. Теперь я вам расскажу интересную историю о том, что Ford выпускает, точнее, выпускал Винкольн, Mercury, сам Ford, Mazda, Volvo и все остальное. В автошинном бизнесе все абсолютно то же самое. То есть, есть топовое подразделение у фирмы, ну, например, Nokia, есть, ну, более демократичное по цене, ну, и там много чего остальное. Так вот, старые «Матрицы», ну, немножко, как старые, ну, допустим, вышла «Хако» седьмая, да, а куда «Хако» пятую девать? Ну, так же продавать только под дешевую цену, поставили бренд «Нордман», и, пожалуйста, цена совершенно другая. А толкает то же самое. И вообще, тема автомобильной резины, она актуальна всегда. То есть, кто-то может сказать, зима заканчивается, я скажу, хорошо, попали, влетели там, и вот из ваших четырех колес осталось только три. Что делать? Ну, я порекомендую купить два колеса. Не знаю, как вы. У меня, допустим, на автомобилях, благодаря фирме «Два колеса», в том числе, стоит по два колеса на ось. Я закон не нарушаю и правила в том числе. То есть, если шипованы, то все четыре шипованные. При этом, как специалист, я скажу, что, допустим, на задней оси очень хорошо себя ведет, ну, на заднеприводном автомобиле резина «Пирелли». Вот. А на передней оси очень хорошо тормозит и поворачивает «Гисловед Нордфрост». Но «Гисловед Нордфрост», допустим, не так держит шипы, как «Пирелли». Поэтому я, соответственно, комбинирую. То же самое можете вы здесь сделать. И при этом по цене еще подобрать. Приемлемый вам вариант. Но если денег-то и не хватает, то, пожалуйста, банковский кредит. И никаких там типа скидок и типа рассрочек. Потому что типа скидки и типа рассрочки – это тот же банковский кредит, только под другим маринадом. Особая тема и гордость основателя фирмы – это грузовая резина и грузовой шиномонтаж. И надо признать первенство двух колес. Именно здесь, на химчистке, были испробованы и обкатаны все передовые технологии. И уже потом конкуренты беспринципные попытались повторить успех. И вот вам простой пример действия таких вот бизнесменов. Грузовая резина на 16 для восточных, да и европейских пятитонок должна продаваться. Внимание! Вместе с камерой и флипером, а не по отдельности. И еще. Руководство этой фирмы находится в постоянном поиске. И находит такие уникальные по соотношению цена-качество вещи. В грузовой резине, например. Что экономия в 2-3 раза в деньгах вам гарантирована. Может быть, вы этого и не знаете. Да и не знал и я. Но каждый раз, приезжая в 2 колеса, я черпаю просто потрясающую интересную информацию. Если вы, допустим, владеете собственным автомобильным бизнесом. Если вы планируете заниматься грузоперевозками. Вам просто необходимо знать, что вот эта грузовая резина, крупнотоннажная, на 22. Она ходит и по 200 тысяч километров при разумной эксплуатации. Вот так вот. Сколько она здесь стоит, ну, говорить не буду, но цены сопоставимы. Вот на это большое колесо с небольшим колесом на 20 дюймов, на какую-то навороченную иномарку. Сами подумайте, это грузовик. Мало того, продать грузовое колесо надо живое еще и обслужить. Так вот, два колеса здесь есть, естественно, грузовой шиномонтаж. И весьма специфические работы. Так то, допустим, если, не дай бог, кусок даже протектора вылетел, восстановит. Отремонтирует, все сделает. И продлят жизнь. Потому что после того, как резина будет изношена, есть еще небольшой вариант. Ну, до того момента, когда вы возьмете кредит на покупку новой резины, здесь два колеса, кстати, которые вам здесь же и оформят. Вот, можно нарезать новый протектор, и вы еще проедете 30-40 тысяч километров. Так что, ну, и резерв, выживаемость есть. И самое интересное, что меня здесь порадовало, так это то, что владельцы всех японских, китайских, корейских грузовиков, ну, малотоннажных, допустим, могут не задумываться и приезжать сюда. Здесь есть любой типоразмер для ваших мускулистых пацанов, которые помогают вам зарабатывать деньги. Говорят, лучший враг хорошего, и это очевидно. Хорошие, проверенные временем технологии и материалы, и лучшие кривые понты пластиковых станков. Ну, и прочие дребедения, рассчитанные на Европу. Но у нас-то не Европа. У нас резина с диска перекидывается сотнями тысяч, и не один раз в сезон. У нас в порядке вещей ездить и 20 лет на одних дисках. И у нас, у бизнесмена, вдруг, может, и это нормально для России, не оказаться денег, дабы купить новую резину на дальний бой, который должен выехать еще вчера. Выручает два колеса. И это нарезка протектора, и это ремонт. Да и какой? Грузовой резины. Вот здесь, например, была дыра размером в мячик. А теперь ее нет. Кстати, все, что здесь и делается, и продается, стоит реальных и небольших денег. И нет рекламных ходов типа «что-то» и «бесплатно». Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатные услуги включены в цену товара. Ну а для полного вашего счастья, здесь реализована очень популярная и необходимая тема экспресс-замены масла. В данном конкретно случае речь идет о масле «Кастрол». И в завершении маленький такой секрет открою я для вас. Дело в том, что не существует в мире автомобилей, которым бы не рекомендовалось заливать масло «Кастрол». Поэтому здесь, в двух колесах, спокойненько меняйте масло в варианте экспресс-замены.